Эйо, друзья, Пандосов и Савич на связи, и сегодня вас ждет грандиозный контент. В первую очередь, это сборочка кумира, которую я собирал на стриме. Также я вам покажу своего первого кумира, который я вытащил из пака. Как это работает, я не знаю, буквально вот в прошлом ролике я говорил о том, что как люди вытаскивают кумиров просто из пака, и тут бац, он мне упал. Я не понимаю, как люди ловят кумиров на полном серьезе. Также на чек я тут собрал 30 паков 81+, постараемся поймать кого-нибудь из ледяной команды. По самой команде сказать особо нечего, какая-то туфта, как мне кажется. Я ожидал все-таки увидеть все другие карточки, не сказать, что там статы очень сильно отличаются от огненных. Ну и также я вам напомню, что первые 100 комментариев я лайкаю, поэтому ищеркните что-нибудь в комментах. Ну и лайк не забудьте, лайки я тоже люблю. Так, ну что, в общем-то, давайте я вам по-быстренькому покажу нарезочку, которая у меня была на стриме. Давайте в первую очередь я вам покажу паки своих подписчиков, не скажу, что я часто этим занимаюсь, но на стриме мне некоторые челы предложили, а я не стал отказываться. Так, все, поехали. Физ-подготовка 78. В теории это может быть что угодно. Головой играет хорошо, прыгает тоже неплохо. 93-92, блядь, это какая-то срань. ТР-87, блядь, какой кошмар. Пейс, ставлю на 83. Я угадал даже пейс. Блядь, какое говно. Больно. Я ливаю стыд тусовки. Раз, два, три. Классная легенда. Приди, как говорится. Смотрим. Смотрим. И Франция. Цапник. Да ну нахуй. Ебать, блядь. Я подумал, это Зидан, йоу. Ладно, это неплохо на самом деле. Это мог быть Зидан, это мог быть Пирос, а это упало что-то между. Так, ладно, давайте смотреть кумира. Физ-подготовка 77. Дриблинг вроде более-менее. Удары 86. Блядь, скорость такая семья. Блядь. Почти гулит, сука. Вот такие вот пакетики у меня от подписчиков получаются. И, собственно, теперь моя легенда, друзья. Которую я практически сразу же спалил, как собрал. Не души. Кстати, вот я недавно, почему-то вот как-то вот внезапно задумался, что я хочу поиграть за Хави. Вот без хуни, без рофла. Да, друзья, это Хави. Не скажешь, что совсем уж плохо, но и не скажешь, что хорошо. Это средняя легенда, 90 рейтинг, за два матча один асист даже отдал. Но такие карточки я не люблю. Все-таки, по большей части, это Цапник. На ЦП он по дефу и по физухе не вывозит. А с Цапником я крайне редко играю. Поэтому, к сожалению, в моем случае, эта карточка не очень, так скажем, апгрейдит мой состав. Также я Кондогби собрал вместе с Васкизом. Васкиз апнулся. Перестроечка, в принципе, неплохой чел. А Кондогби я собрал исключительно из его лонгшотов. Бля, ну хочется прям ебнуть за него. Вот оно че, ребята, Кондогби нахуй. Добро пожаловать в мой клуб, блядь. Ну и, собственно, в начале ролика я вам сказал, что мне упала легенда из пака. И это случилось аналогично той же ситуации, как и с Неймаром. Как обычно, мне падают топовые игроки. Просто, когда я не записываю и на АТБС открываю паки. Также, как и в прошлый раз с Неймаром, у нас вышла пачка паков по 50 тысяч монет. Я открываю буквально первый пак. И самое интересное, мне сначала показывают игрока камнеболовца. Камнеболовец мне падает. О, классно. Потом пак открывается, и мне, вуаля, падает легенда. И вы задаетесь, какая легенда? Сейчас я вам ее продемонстрирую. И эта легенда у нас... Ну, вот такая вот, баджо. Первообладатель, можно продать. Вот вам все пруфы. Но не сказать, что я прям вау рад был. Просто, ну, типа, было удивление? Типа, вау, надо же, вот буквально в прошлом ролике я заикался о том, что легенда не падает. И тут здорово. Стоит он 200 с хером тысяч. Играть я им точно не буду. Но итальянец. Казалось бы, я от них отъебался. Точнее, они от меня. Но, как видите, нет. Падает мне баджо. Первая моя легенда из пака FIFA 22. Пожалуй, закину я сразу же на трансферный рынок. Ну, кстати, моментально его и купили. 255 тысяч. Кстати, я также собрал легенду на своем втором аккаунте FIFA с паками. Если вы ее ждете, поддержите лайками этот видосик. Увижу активность. И в ближайшее время выпущу и покажу дроп на той стороне. И на той стороне, поверьте мне, карточка была куда более играбельной. Так, ну а мы, собственно, переходим к пакам 81+. Но перед этим давайте вскроем два пака по 125 тысяч монет. Классический пак за 125 тысяч. Так, открываем второй пак за 125 тысяч. Здесь нам падает информ, но, сами понимаете, блядь, ну, Реал продолжает меня преследовать. Это реально уже не смешно. Я не могу понять, в чем прикол. Почему мне столько игроков из Реала падает? Так, ну и, собственно, начинаем щелкать паки 81+. Если что-нибудь упадет, вы обязательно это увидите. И сразу уолкаут. Чекайте. Германия. Но это Хумельс. Куда же без Хумельса? Он мне в каждом по копиинге падает. Хумельс у меня был антрейд. И я на какой-то хер собрал себе челхан углу. Вдруг на кубе фиферов я возьму сборную Турцию. Ну, 20 паков открыл. Пока что полное уныние. На самом деле, я не очень люблю подобные паки. Все-таки я больше любитель пиков различных. Хоть они и 75+, но там почему-то везет лучше, чем в паках 81+. Опа, информик. Какой информик? Конечно же, информик из Реала. Ну что, друзья. Как-то так. Вот такой дроп у меня получается. На данном этапе, опять же, у меня все равно, наверное, по большей части положительное отношение к сборочкам Кумира. Да, несмотря на то, что мне упал не самый играбельный чел. В любом случае, карточка для души. Средней версии. Почему бы как бы и нет. Будем ждать следующих сборочек. Скоро у нас свапы еще подъедут. Поэтому контент будет. Такие дела. С вами был я, Пандосов Иксов. Спасибо, что смотрите мои видеоролики. И всем хорошего настроения. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok